доброго времени суток вам дорогие друзья сегодня хочу ответить на такой вопрос что общего в этих стихах или в чем разница и так иисус говорит следующее ибо иго мое благо и бремя мое легко следующий же стих говорит так и кто не берет кто не несет креста своего и идет за мной не может быть моим учеником о чем здесь может идти речь ну что ж дорогой брат на первый взгляд эти два стиха кажутся противоречивыми с одной стороны иисус говорит что иго мое благое и бремя мое легкое с другой стороны говорится о кресте а крест как мы знаем это страдание это ноша я уже однажды проповедовала кресте и говорил чем является крест господень крест это не всякие болезни немощи там и прочее прочее крест который несет христианин на своих плечах по жизни это крест страданий и гонений за веру когда тебя гонят за веру и преследуют за имя христова евангелие говорится если страдаете за имя христово то вы блаженны теми то есть внешними гонителями господь бог хулица а вами он и его имя соответственно прославлять так вот иисус говорит иго мое благое и бремя мое легкое так вот обратите внимание что крест и вот это бремя благое как раз таки имеет полную взаимосвязь ведь крест христов и есть благое для нас потому что ношение с креста господнего когда мы несем крест поругания насмешек клеветы и так далее за имя господне страдания это и есть для нас благое вспомните когда иисуса точнее когда учеников погнали за имя иисуса когда их избили и так далее там оклеветали посмотрите как они прославляли бога потому что имели величайшую честь пострадать за имя иисуса христа так вот мое иго благое и бремя мое легкое это напрямую связано также с голгофским крестом лично в твоей жизни потому что это благость это самые величайшие самые благословенные страдания и это угоднейшие богу страдания именно за веру богу угодно чтобы мы несли свой крест то есть страдания человек обычно который не страдает за свою веру обычно тот кто не высказывает свои убеждения вслух перед людьми тот кто постоянно скрывает свои отношения с богом тот кто не свидетельствует об иисусе и не то есть свою веру так скажем держит где-то там в углу в стороне то есть светильник зажегший как говорит иисус его не прячет под стол но ставят на стол или на возвышенное место чтобы он светил 7 в доме а некоторые люди которые не страдают за веру они прячутся где-то там веру там где-то в уголку имеют и светят сами себе то есть эти люди не несут креста а если креста не несут соответственно они не достойны называться учениками иисуса христа так вот иго благое время легкое напрямую связано с крестом также это связано с его помазанием это связано с его благодатью ведь то время которое возлагает нас христос это бремя так скажем божьей благодати а благодать божья это то что делает иисус христос то что он уже сделал для тебя недостойно поэтому его время и иго благое и легкое почему она легкая ведь даже когда ты несешь крест то есть гонение страдания за веру это на самом деле в благодати когда ты находишься легко это действительно легко вспомните историю когда многие верующие отдавали свою жизнь ради имени иисуса они отдавали ее с легкостью их отдавали в амфитеатр и их сжигали их там пилили их жарили их распинали и для них это было легко обратите внимание легко встретить так скажем поношение или смерть за имя иисуса то есть они могли смерти глядя в лицо могли улыбаться и прославлять имя иисуса христа зная что еще несколько секунд несколько мгновений и они уже предстанут лицом к лицу с тем кого любили всю свою жизнь и за чьими пострадали поэтому крест это не горе это не это не какое-то бремя адское так скажем непосильное ужасно крест это благословение господне в нашей жизни потому что именно через крест мы приходим в небеса именно через голгофский крест через распятие с иисусом мы получаем свои благословения и это для нас действительно благое бремя и легкое бремя когда ты во христе для тебя пострадать за иисуса легко жизнь отдать за иисуса опять же когда ты в благодати это на самом деле легко это можно видеть по жизни апостолов апостолу павлу примеру было легко свою жизнь отдать он 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 в действительности отдать ее мог за иисуса христа в любой момент это видно по всей его жизни по апостолам это видно после принятия духа святого они легко могли расстаться со своей жизнью посмотрите еще раз историю до мучеников они с легкостью свою жизнь отдавали за имя иисуса христа для них это действительно было легко крест крест христа для них действительно был на величайшим благословением поэтому эти два стиха они просто связаны между собой и прекрасны для каждого верующего пусть вас бог благословит любите его всем сердцем и я уверен что божья благодать всегда будет на вас пребывать всех вам благ друзья надеюсь что я ответил просто и доступно и понятно от сердца к сердцу всех вам благ